Мята, многолетнее растение, используется в течение сотен лет и известная своими целебными свойствами. Наши предки называли мяту травой долголетия. Главный компонент мяты – ментол, который содержится в эфирном масле листьев. Он обладает противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами. В растении содержится много марганца, более 50% от суточной нормы, меди и витамина С. Мята богата витамином А и витаминами группы В. В ней также много микроэлементов – калия, кальция, магния, цинка, железа и фосфора. Много в мяте аминокислот – лизин, аланин и глутаминовая кислота. Одна из разновидностей этого растения – мята курчавая, содержит большое количество каротина, который стимулирует работу мозга. Мята способствует правильному пищеварению, успокаивает желудок при нарушениях в работе или воспалении. Кроме того, если вы любите путешествовать на самолете или лодке, масло мяты поможет при тошноте и будет служить средством против укачивания. Аромат мяты активизирует слюнные железы во рту, а также железы, которые секретируют пищеварительные ферменты, тем самым способствуют облегчению пищеварения. Когда чувствуете боль в желудке, стоит выпить чашечку мятного чая, и вы сразу обретете облегчение. Сильный и освежающий аромат мяты является быстрым и эффективным средством от тошноты. Мята – это незаменимое естественное успокаивающее вещество, которое поможет при воспалении и повышении температуры тела, что часто ассоциируется с головной болью и мигренями. Запах мяты является отличным средством в прояснении скопления носа, горла, бронхов и легких, что дает облегчение для дыхательных расстройств, которые часто приводят к астме и простуде. Мята охлаждает и успокаивает горло, нос и другие респираторные каналы, снимает раздражение, которое вызывает хронический кашель. Это главная причина, почему так много бальзамов и сиропов на основе мяты. Регулярное использование мяты очень полезно для больных астмой, так как это хороший релаксант. Но не стоит забывать, что слишком большое количество мятной травы может вызвать раздражение носовой полости и горла. Эфирное масло мяты это ментол. Его аромат является естественным стимулятором мозга. Если вы чувствуете себя вялым, уставшим и вас беспокоит депрессия, то чай с мятой поможет вам расслабиться. Мята является отличным стимулятором пищевой ферментации, который поглощает пищеварительные ферменты из пищи и превращает их в полезную энергию. Таким образом ускоряется процесс метаболизма в организме и соответственно в дальнейшем приводит к снижению веса. Мята имеет бактерицидные свойства и быстро освежает дыхание. Она препятствует росту вредных бактерий в полости рта, зубов и языка. Мяту назначают при спазмах. Она расслабляет, избавляет от болезненных ощущений. Также она помогает купировать симптомы гастрита и язвенной болезни, облегчить проявления изжоги и диареи. Мятный чай обладает мочегонным, успокоительным и противовоспалительным действием. Его следует пить при проблемах с работой почек, нервной системы или частых простудных заболеваниях. В мяте содержится аргинин, вещество, улучшающее кровообращение в головном мозге и уменьшающее спазмы сосудов. Мяту считают природным муколитиком. Трава разжижает мокроту, делая ее отведение быстрым и эффективным. Пить мятный чай рекомендует не только при мокром кашле, он хорошо помогает облегчить все симптомы простуды. Противопоказаниями к употреблению мяты считаются пониженное давление, детский возраст до 3 лет, беременность, а также индивидуальная непереносимость. С осторожностью стоит пить мятные напитки людям с повышенной кислотностью желудка. Мяту не стоит употреблять в пищу при кормлении грудью. Ментол снижает способность женского организма вырабатывать молоко. Исключить мяту нужно и тем, кто страдает от варикозного расширения вен или пониженного артериального давления. Берегите себя и будьте здоровы!